Этот украинский номер вы никогда не видели. Про него я расскажу в этом выпуске, а сейчас к другим крутым номерам, что приехали в июле. Регулярный номер ГДР 1974-91 годов. Он отличается от раннего собрата тремя буквами. В моем случае еще и стикер токсичности выхлопных газов присутствует. Из особенностей. Эти номера меньше привычных для Европы номерных знаков. Еще символы на них не выдавлены, а просто нанесены на пластину. Материал похож на изоленту. Венгерский экспортный транзит с 2022 года. От предшественника отличается... всем. Проще сказать, что в них общего. Они одинакового размера и они из алюминия. Какой вам больше нравится, пишите в комменты. Пока это самый свежий номер в коллекции, ибо он 24 года. Литовский номер для прицепов 2018-23 годов. От регуляра он отличается тем, что в нем две буквы, а не три. Шведский регуляр укороченного размера. Выдается с 2017 года. Для понимания размеров положил его рядом с американцем и случайным европейским номером. Висел на Volkswagen Crafter 2019 года выпуска. Следующий номер не присутствовал в списке хотелок. Это почему? Причина проста. Я не зафиксировал факта существования такого типа. Но когда появилась возможность взять транзит технологического транспорта 2010-15 годов, я ее терять не стал. По размерам он такой же, как скутерный. ТР означает транзитный. Литеры АР обозначают регион, в нашем случае Запорожская область. Кто из Запорожья, ставьте лайк. Других регионов на этом типе замечено не было. Чуть не забыл, этот малый из металла, а не из пластика, как другие транзиты. Из новых государств пока только регуляр непризнанной Абхазии с 2006 года. Редкий зверь в наших краях, равно как и любое другое непризнанное государственное образование. Напоминаю, что на ретроавтомобилях мира можно удовлетворить любую прихоть, связанную с номерными знаками. Купить в коллекцию, найти номер на заказ, изготовить сувенирные знаки и по ДСТу. Пиши прямо сейчас в инстаграм и телеграм, найдешь их в шапке профиля.